Всё началось в прямом эфире на нашем канале в 9 утра. В студию приходили гости, и одной из них стала Марина Иванова, мама Васи Мотовилова, которому собирали деньги на лечение ровно год назад, на первом благотворительном марафоне. Сейчас Вася уже лучше, а значит, всё было не зря. В Васильевском саду, который посадили у Тарачёвского пруда, собралась вся семья вместе с Васей. Он уже стоял самостоятельно, а ведь год назад мама привозила его на коляске. Я считаю, что сейчас общество больше повернулось к проблеме людей с ограниченными возможностями, потому что это не только инвалиды детства, они же вырастают. Есть вопросы с реабилитацией этих людей в социальной сфере. В течение всего дня посредством СМС-сообщений проходил сбор средств на реабилитацию четырёх детей-инвалидов из Ленинского района – Лизы, Лены, Максима и Миши. Глава района Олег Хромов вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым в прямом эфире призывали помочь детям и не оставаться в стороне. Сегодня это инициатива просто неравнодушных людей, которые, я уверен, сегодня в день проведения акции «Благовидные» помогут ещё четырём ребятишкам реабилитироваться. А затем во дворце спорта «Видное» начался концерт творческих коллективов муниципалитета. На мероприятии присутствовали многие «Видные» люди района. Мы поможем детям, которые нуждаются в помощи, но, мне кажется, он более важен для нас, для тех, кто сегодня здесь собирается. Это говорит о том, что мы готовы быть милосердными, готовы приходить на помощь к тем, кто нуждается. Мы открываем в себе вот эти щемящие струны сострадания другим людям. Для нас это большое событие, и, конечно же, мы понимаем, что помогать, делать добрые дела – это легко, это просто. Пока у нас есть руки-ноги, это всё как бы, всё это возможно и реально. Также в фойе дворца спорта находился ящик для пожертвований. Многие из пришедших на концерт опускали в него купюры, в том числе достоинством в пять тысяч рублей. В это время в зале детские танцевальные коллективы представили композиции, которые нашли отклик в сердцах собравшейся публики. Символично, что благотворительный марафон проходил именно в день защиты детей. Трудно переоценить значимость таких благотворительных марафонов, значимость добрых дел. Потому что, ну, я не понаслышке знаю, мы работаем с обществом инвалидов, мы работаем с детками из неполных семей. И мы просто действительно знаем, как тяжело иногда и трудно бывает одному человеку решить свои проблемы. Поэтому это очень важная и очень нужная акция. И мы с удовольствием принимаем в ней участие. И наши дети, которые ходят в наши клубы, они сегодня тоже здесь вместе со своими родителями. Мы верим, что вместе сделали большое дело, и жизнь четверых особенных жителей Ленинского района станет хоть немного, но легче. Дмитрий Книга, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.